Я помню, помню. Он говорит, в прошлый раз или позапрошлый, в прошлый, наверное, да, мы сюда приехали. И вот тут тоже забронировали отель. Мы даже за него заплатили за несколько дней. А нам так не понравился. Во-первых, опять же, вот это локейшн, то, что здесь что-то строят. Здесь было мокро, мы пройти не могли. Мы плюнули. Здесь вот был рядом дорогой отель. Вот. Сюда пришли, нам тоже тут не понравилось. В итоге мы на всех обиделись и устроились вот в самом шикарном отеле в Таджимахале. Пошли туда. Все к лучшему. А стоимость мы даже не забрали у того отеля. То, что проплатили пару дней, сделали предоплату небольшую. Ну, как небольшую? 4 тысячи, по-моему. Да-да-да. Сюда пришли, они говорят, 5 тысяч. А он посмотрел, тогда была пандемия, и в Таджимахале были скидки, и было всего 7 тысяч. Ну, и плюс какой-то такс. Ну, в общем, 100 долларов. Он говорит, тогда уж я лучше в Таджимахал пойду. Вот. Тогда у нас это вышло случайно практически. Мы особо не готовились. Первый раз-то там жить. Это та же компания, Джазбанд. Он говорит, может, они идут, передвигаются, может, и они, а может, и другие. Праздники же, конечно, Четуртхиды. Пошли. Let's go home. Музыку же мы уже слышали, видели. Пошли домой. Надо отдохнуть. Здесь 15.11. Они там дорогу перекрыли. Здоровоются, болтают. Ну, товарищи, давайте уже ехать. А, встретили знакомых, знакомые с семьёй. Ага. Не говори. Как это? И вот тоже Ганеши. Сейчас везде они. Everywhere, Ганеши. И должны наслаждаться сейчас Ганеши Четуртхи. Майхавир Принц. Принц. Принтас. Это лайбрари, библиотека с 1804 года, которая работает в Таунхолл. Видимо, какая-то богатая семья тут вот спонсирует. И свои фотографии развесили. Ты куда едешь? Я еду. Вообще не смотрят, не смотрят. Чуть нам под машину не бросился. Сей горы. О, мой дэан-то сын ударил меня. У сей километра сын не был. Какая всё-таки, да, нервная работа у водителей. Всегда надо быть внимательной. Всегда будешь сам внимательным. Всё равно кто-то невнимательный тебе под колёса бросится. Я вот поэтому и не горю желанием, чтобы Саши покупал машину. Можно посмотреть. Только один момент. Посмотри, папа, какая красота неземная. Немного. How much? 300 всего, да? Чип, да? Вот они все такие. Похожи. Но это не коттон. Это не коттон. Молодец, молодец, говорит по-честному. Нет, спасибо, thank you. А это вообще мой любимый цвет. Какая красота неземная. Папа, для меня я нужна джин. У меня порвались мои джинсы, протёрлись, которые я купила в Санкт-Петербурге. Они такие хорошенькие, стрейчебл. Но взяли и протёрлись. У меня так быстро никогда не протирались джинсы. Вот эти даже трикотажные штаны уже года два им. Если вообще не три. И ничего. А те купила только вот в июле. А в августе уже всё. Им капут. Купила у нас там в моей деревне на рынке. За полторы тысячи, между прочим. Смотрите, детские. Давай. Ага. А, он хочет найти чану для голубей. Птицы-то, оказывается. Не едят, что попало? Спасибо. Вот. Блузок я взяла достаточно сюда в поездку. И дома у меня блузок много. Были бы такие стрейчебл. Такие вот симпатичные. Эти тоже не стрейчебл. Я купила, дарлинг, мой джин в джюлай. И в августе уже капут. Я никогда не так быстро капут джин. Вот симпатично. Вот это хлопочек. И такой у неё вид тунички. Не дают сосредоточиться. Рыба. И как их там? Комары. Лангусты. Живые цветы. Вот так вот они делают треугольничками букетики. Красиво. Махадех. Это Шивы. Храм. Давай, давай. Давай выпьем кокосика. Да и хэф софт малая. У них есть мягкая малая. Они открывают вообще. Вон они как-то здесь по-особенному. Большую дырочку делают. И нож у него. Просто нож. Не мачете, как у нас в Путапарте, а нож. Ой, ой, ой. Просад. Да. Фрэш. Фрэш. А, он, смотрите, он с собой будет забирать. Как много-то. Ничего себе. Нету шефт малая. Вот он. Нет, спасибо, спасибо. Нет. Да нет, конечно, нет. Нет, так удивляется, нет. Сколько стоит фитна? Сколько? 60 рупий. 60 рупий один. Ну что делать? Ты меня уже пригласил. Вот софт малая, да. Вот такой вот мне и надо. И вот он эту мякоть выковыривал и в другой пакетик. И малая в другой, да. Вот можно это все дома съесть, потом спокойненько. Сколько вода. Сколько вода? Сколько вода? Сколько вода? А, это он Сибия? А, он Сибия. А я думала, он этому хозяину. Хозяину воды. Как-то он по-особенному. Да, 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 да. А сколько сил надо. Все-таки все равно это жесткий орех. Даже если это очень острый нож. Каждый день, да. Каждый день вот так вот резать. Фотапарти, говорит, они два раза раз снесли. Я даже боюсь, потому что я видела, что очень резко вода проявила. Не говори ему под руку. Он профессионал. Давай, take two. Так, прямо запах такой кокосовый вкусный. Значит, нам не отдадут сам орехов. Держи. 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 Очень много, очень много жидкости. Вот этот вот водитель векши сказал, что будет жараться 15 рупий стоит. Ну, молодец. Он мне истанцевал тут. 15 рупий, а здесь 60. Все, хорошо. А, и вхиди, и тейк, давай, давай возьмем. Это наша малая, говорит. Давай заберем, давай заберем. Take with us home. One is enough. Он оказался на два стакана практически, огромный. Достаточно. Да. Малая тулька, мы хотели бы забрать свою. Малая тулька. Так, ну-ка, вот он сейчас будет доставать. А у нас раскалывают орех напополам и из двух половинок выковыривают. Вот и так легче. Здорово, вообще, прямо классно. Very nice. Не, сейчас, конечно, ага. А, Мэйби, пластик? Путин, пластик? Возьмем пластик. Да. Скажут, что он вот и деньги берет, и этими же руками твою малаю. Ну, что делать? У меня нет другой Индии. Только вот эта. Отлично, пошли. Thank you. И эту Индию я люблю. И таких индийцев тоже, всех. Сзади, говорит. Я говорю, далеко ли наш дом временный? Ты хочешь побриться завтра? Старая, говорит. Да здесь много чего старого. Старых зданий. Надо посмотреть. Если у меня должен же быть, наверное, шагомер в этом телефоне. Телефон же хороший, современный. Посмотреть, сколько же я шагов-то выхаживаю. А, здесь написано старый телефон. Поменяй, возьми новый телефон. Вот у меня как раз новый телефон. Поменяла старый телефон. Он говорит, здесь райончик, где он купил это пшено или что там для птичек. Это баттермилк за 10 рупий. Вот здесь вот. Рис 40 рупий. 48, 72, 48, 40, 36 рис. За 30, 54, 120. Чем отличается, интересно. И вот разное зерно. Саши купил вот такую вот, по-моему. I think you buy like this. Вот, за 70. А здесь чана нет. Он хотел чана купить. Maybe inside чана. Он хотел для птичек. Он хотел для птичек. Буджа. Буджа. И там еще разные варианты риса. Много-много. 48, 60, 70, 160, 140, 120, 180. Чем отличается, интересно. 60, 72, 80. И браун рис, 70. Этот коричневый. Этот какой-то мелкий-мелкий. Совсем мелкий. Этот за 90. And 160 the last. За 160 last price. И вот такой вот, как мы в Гуа любим. Вот такую разноцветную чану покупаем. Это же... Ой, чану, говорю. Дал, дал. Что-то я... Это тоже такой дал. Это разный дал. Вот такой вот я никогда не готовила. Это, наверное... Надо как-нибудь попробовать приготовить. Я сейчас не хочу ничего покупать. Тащить из Мумбаи. Вот такую чану мы хотим, но только она там как-то по-особенному приготовлена. Эту чану птички не расклюют. Ой, отключился свет. Это манка. Сыр, дахи, масло, панир, напитки. Это вот такой сплющенный рис. Поха или поя называют. Готовят завтраки. И разный дал. Саши, по-моему, уже получил свой заказ. Ну, куда, Аджа? Я пытаюсь. Покажи, шоу. Вот, Юбай. Да, 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 60 рупий. Вот такой пакет. Достаточно. Птичек кормить, это важно. Ноу-маск? Ноу-маск? Ты, говорит, откуда? Саши, говорит, не проблема. А тот, говорит, как не проблема, проблема. Понаехали тут без маски. Ноу-маск. Проблема, говорит. Вот симпатичная футболочка у девушки. Девушка тоже в теле. И где такие футболочки берут девушки, как я? Вот все откуда-то находят, кроме меня. Причем симпатичные такие. То, что даже мне нравится. А это что такое, папа? Что это? А это лотос. А я думаю, это лотос. А такого я даже и не видела никогда. Ну, пошли, ладно, чалом. Пойдем. Ты зачем открываешь-то? Это же хозяйское. Когда мы были маленькие, мы много этого ели. Киф-хим-фай-труппи. Добрый, спасибо. Ммм. Вкусный такой свежий. Ммм, вообще, не знаю. Свежий, ни с чем не сравнимый. Не знаю, так что. Небольшая такая, небольшая сладость. Но больше свежесть. Вот вкус такой свежести. И хрустит. Как какой-то мягкий орех. Я не знаю пока, не знаю, с чем сравнить. Вот, например, это милый. Лотос? Да. Я не знаю. Паник фаль. Пингала. Вот, вот, вот. Водополь. Что-то водное. Пингала? Паник фаль. Паник фаль. Паник пингала. Ммм. Супер. Паник фаль. Паник фаль. Ммм. Обык. Паник фаль. Паник фаль. Даже Саши понравилось, потому что оно грызется, в общем-то, очень легко. Я думаю, все, уже полкило есть. Он попросил полкилограмма. Ну, там тоже для Ганеши что-то уже начинают, какой-то концерт. Давай. Нет, сейчас я не хочу. Он говорит, твой любимый лук. Я не знаю, почему здесь я не хочу. Я лук хочу только в Драмсале, прямо вот до трясочки. Вот каждый день я покупала по такой вот связке лука и съедала. Не знаю, что. Может, там что-то над уровнем моря какая-то разница. В горах же все-таки это. Может, у меня из-за нехватки кислорода желание вот луком питаться было там. Здесь я не хочу, потому что Мумбай, он, в принципе, на уровне моря, да? Я читала, что он 10 метров над уровнем моря, но как он может быть 10 метров над уровнем моря, если тут вот море? Ну, может, вот так в горку. Баттермилк. Чего он там отлавливает лед? Папа, я не хочу. Это сладкое. Я не хочу. Это Ласси оказалась. А баттермилк у нас есть. Он мне целую бутылку принес баттермилк. Мы в холодильнике. Ты принесла мне. Ты забыл. Он принесла и забыл. Я не хочу сейчас. Ну, все. Теперь эти лотосы или что-то и кокос. Это наш обед будет. У нас еще есть дыня, так что можно не обедать. А на вечер мы приглашены в гости к Леночке и Самиру. Но это тоже международная семья. Они были у нас в прошлых видео, но Лена сама не хотела сниматься с ребеночком, а Самир снимался. А сейчас Самир работает. Слава Богу, когда работа очень напряженная, это хорошо. Когда работа есть и увлекает мужчину, это очень важно. Ну, мы поедем к ней в гости, но снимать не будем. Так что вот на вечер у нас есть планы, но личные планы. Не каждый любит показывать свою жизнь, свою семью, свой дом. И не каждый выдерживает удар обсуждений. Так что неправильно делает. Делают номера. Пожалуйста. Думаете, в ГИБДД надо делать номера? Можно, конечно, тоже вариант. А можно и в Мумбаи, на углу улицы. Номера на машину или на байк. Скоро плюс нам надо у Саши. Кто-то его вкуснул. Спала и сразу свои любимые таблетки. Я здесь только вот иногда мигрант покупаю от мигрени. Иногда ОМЕ покупаю от Ишоги. Все. И тут же вот так вот. Раз, и они мне высветились. Но у меня это есть. В другом магазине сказали. Привет, холло. Нет, нет. Купи, говорит Риса. Как? Нет. Умеешь делать детей. Покупай Рис ему. Папа, в это, в это Непкин тишу. Какие-нибудь влажные салфетки. Давай. Девочка стоит с чипсами, с соком. Вся такая красивая. А папе надо, чтобы ему купили Рис. Не надо было, значит, сок и чипсы покупать, раз на Рис денег нет. Не, ну не знаю, я не люблю вообще, особенно, когда молодые мужики просят. Мы с удовольствием, конечно, помогаем, но не так уж. Вот прям откровенно. Такой троллинг. Молодой, здоровый. Ребенок не голодный. Пошли, да. Нет, 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 нет. Они же еще потом, они начинают просить и того, и того, и того, и самого дорогого раскручивают. Ага, раскручивают. Там уже, ну, если иностранец, там его на тысячу могут раскрутить, а потом назад приносят хозяину, ну, если тебе не надо, если ему не надо, может быть и надо, или приносят хозяину магазина назад и сдают, и хозяин отдает ему половину налички. Да. Да, да, то же самое Саша сказал. Смотри, какая. Это типа безе, наверное. Из безе такой сделан красивый тортик. Насчет шарфиков я уже держу себя в руках. У меня всякие есть. Я тут покопалась. Столько купленных, не ношенных. Высять, мама. Добавляйте. Спасибо. Спасибо. Привет. Кошка, а ты голодная, Соля, да? Да я тебе булку дам. Ты хочешь булочку? Голодная? Ну, булка вкусная, правда. Шиха, Андрей. Может, ее рисом все время кормят? Они, конечно, не жадничают, они делятся, но сами, если рис едят, то и кошке рис дают, может, ей булочку хочется. У меня бабушка. Хеллоу. У меня бабушка так свою кошку кормила. Размочит булочку или хлебушек в молоке и все. Никаких тебе тогда и не было китикетов-то. Бата, давай посмотрим. Хочу бату. Как раз уже эти пора обновить. Есть такой дизайн? Говорит, есть. Стой. Шестой размер. Два минуты. Ага. О боже. Хорошо у вас, прохладно, на улице жарко. 1290-1300. Тяжеленькие. Мои-то невесомые. Мои-то дома-то, которые кроксы. Она говорит, я принесу, она найдет. 1400. Я такие не люблю. Вот подсела только на один. На один дизайн. Они мне идеальны изначально. Одеваешь, и ты как будто бы в своей родной обуви. А остальное даже бату я покупала. Всякие разные. Но они мне были не всегда идеальны. 1400. Вот эти приятные. Изнутри такие мягенькие. Какой размер? Седьмой. Но тяжелый. Саша здесь тоже сидит. Она принесет. Обещала. Они подошли ко мне. Что-то мне говорят, говорят. Я говорю, папа, чего они говорят? Он говорит, они сказали, что нет твоего размера. Так, а есть тут вот то, что бата носил наш биту. Красивые такие. Вот типа таких. Тоже бата. Посмотрите, какие красивые. Для мужчины. И кожаные. И всего 2200 такие. Пошли. Видишь, какая бата, Саши? Видишь, какая бата? Легкая. Невесомая. Майс бата. А у него вообще у биту были прям такие. Как тапочки кожаные. Но у меня есть. У меня много таких. У меня есть новые. У меня есть розовые. У меня есть красные. Но я их все покупаю и покупаю. На всякий случай, знаете. Вдруг раз и закончится. Симпатичные. На ней тоже можно рисовать всякие. пожелания. Эль. Икс Эль. Ну вот это и есть Эль. А то они показывают иногда вот такие вот. Ты себе хочешь? Какый такой? Дюрист дверн. Дюст дверн. Сколько это? Который? Вдюст дверн. Я люблю... Ага. Я люблю такой вот вырез большой, чтобы был. Я машину не собираю. Пошли. Смотри. Смотри! Сколько это? Пошли. 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 Вот такой укупи телесного цвета. Какие еще есть цвета XL? Найс, ну давай, хорошо, ага. Отнотольное тоже хочется иногда. Берем, а? Да, боус, боус, две, две берем. Мне что же тут проблема со стиркой? Набрала-то много? Сколько? Нет, ну почему Дон Твори, я люблю спрашивать. Он хотел 350 за каждую, 200 в итоге, договорились. А за его три штуки, ну тоже по 350 просил, 600. Да, почему мы, говорит, покупаем, потому что здесь 70 рупий постирать. Мы лучше купим. Однотонные тоже хорошо, тоже надо иногда. Без золота бриллиантов-то. Без золота бриллиантов-то. И брюки какие-нибудь, троузис. Ну, что-то такое тянущее. Бриджи хочу. Хочу короткие. Так, мы уже вроде проходили мимо всех этих утят, зайчат, поросят, слонят на штанишках нарисованных. Ну вот да, куплю вот это вот и буду вышивать. День добрый. Давай сюда, говорит, весь свой ассортимент. Похороший. На моей футболке, я не знаю, как на его футболках, на моей футболке очень хороший материал мне понравился. Все в ракушках. Ничего себе. Папа, посмотри какая сумочка. Посмотри какие сумки. Ой-ой-ой, какая интересная. Прям вообще. Нет, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем home. Пойдем дом. Only look at trousers, Тора Тора. Смотри немножко на брючки. Вдруг что найдем. Встреча была. Банданки. У меня уже все цвета есть банданок. Я с России привезла. Что? Манеченч что? Не-не. Манеченч, говорит. Подмен денег. Предлагает иностранцам. Пойдем дом, пойдем. Парфюм. 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 Арабские люди. Парфюм. Говорит арабские люди сюда приходят, покупают много парфюма. Меня спрашивали, сейчас вот сегодня утром прочитала в комментариях, пользуетесь ли вы парфюмом и каким. Здесь я не пользуюсь. В России, да, я люблю. У меня много хорошего парфюма. Раньше все время дьюти-фри покупала, когда в Финляндию ездили. Наверное, весь дьюти-фри, который там можно, все себе брала. А здесь в Индии не пользуюсь. Те жарко, потеешь. Мне не нравится, как на горячей коже меняется запах этого парфюма. И вообще не нравится, когда много парфюмов в такой жаре. Поэтому у нас вот лежат то, что мы привезли. И Саши дарили, и мне дарили. И покупали мы. Вот. Ну, совсем мало чего. Под сухие духи немножко для себя рассмотрела. Интересные. В Решакеше покупала, по-моему, лаванда. Еще что-то. Вот они немного нравятся. Очень нежные. Ну, все, друзья. Я всех обнимаю, всех люблю. Всем счастья, здоровья, добра, процветания и гармонии. Всего самого наилучшего. Увидимся сегодня еще не окончание марлезонского балета.